Донбасс Что касается выборов, которые якобы прошли вчера в ДНР и ЛНР, мое личное отношение к этому, ну давайте поговорим про выборы в психбольнице в Киеве, или в Днепропетровске, или в Виннице. Другими словами, к шоу, называемому выборами на подконтрольных террористам территориях, комбаты всерьез относиться не советуют. Говорят, обсуждать нечего, никакого демократического голосования не было. А вот что касается агрессии России на Донбассе, то поддаваться панике, по мнению командира батальона «Миротворец», не стоит. Мы понимаем, что если бы Россия хотела задействовать все свои войска, она бы давно это сделала. Раз не сделала, значит не может. Мы все должны понимать, Украина остается неделимой в ее территориальных границах. То, что там будет порядок, это безусловно. То, что там происходят сейчас какие-то там выборы премьер-министра, королей, там начнут производить вождей, это не играет никакого значения. В конечном итоге там будет установлена снова украинская власть, и местные жители снова будут жить в мире и спокойствии. Спикеры считают, Россия в очередной раз показала миру, что ее обещание – пустой звук, и доверять врагу нельзя, но и полагаться на помощь Запада не приходится. Я хотел бы заметить, что в то время, когда Америка и Европа еще оценивала свою способность действовать активно и оказывала нам сотни степеней обеспокоенности, именно украинцы сами своими активными действиями остановили агрессию. Это вам тоже не следует забывать. Именно мы своими активными действиями создали добровольские батальоны и остановили агрессию. Именно наш народ своими активными действиями объединился в волонтерские организации и поддерживает тех ребят, которые стоят на передовой. После того, как все три командира получили еще одно оружие – депутатский мандат, по мнению Семена Семенченко, необходимо создать коалицию в парламенте и договориться о внесении изменений в военную доктрину Украины. Нам необходимо внести изменения в закон Украины про военную доктрину Украины. Там неопределен вероятный противник, там отсутствует вообще всякое упоминание об этом. Необходимо четко прописать критерии, которым соответствует агрессор. Де-факто сейчас этому соответствует Россия. Поэтому я и как кандидат в народные депутаты, и как командир батальона буду использовать все рычаги, которые у меня есть, для того, чтобы защитить свою родину. Напоследок командиры поделились своими оптимистичными планами на ближайшее будущее. Во-первых, они уверены в победе над агрессором и оккупантом. А во-вторых, намерены освободить все временно оккупированные территории – Востока Украины и Крым.